Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Ford Mondeo 4 называют чуть ли не лучшим автомобилем D-класса на вторичном рынке. Давайте разбираться, чем же так хороша эта машина и достойен ли этот автомобиль такого высокого звания? Итак, встречаем Ford Mondeo 4. Ford Mondeo 4 – это вам не Camry. У него три варианта кузова – седан, хэтчбэк и универсал. В отличие от Passat Ford Mondeo 4 не успел перескочить на бензиновые турбомоторы и остался верен бензиновым атмосферникам. Справедливости ради сказать, что основные атмосферные бензиновые двигатели у этого автомобиля от компании Mazda, то есть разработанные Mazda. А дизельные двигатели свыше двух литров у этого немца от французов. Ну, в общем, вот такая вот солянка получается. Давайте разбираться, как всё это служит и работает. Ford Mondeo 4 отлично защищён от коррозии. Даже сырые зимы с обилием реагентов не портят внешний вид, нарядный внешний вид этого автомобиля. Но панель крыши не имеет оцинковки, поэтому сколы от камней над стеклом быстро рыжеют. На что стоит обратить внимание, так это налопнувшую краску под пластиковыми брызговиками. Вот как раз-таки там образуются жуки, если слой цинка протёрт до стали. Из-за трения бампера, а также бомбардировки камнями с краёв крыльев, откалываются целые хлопья краски. Ещё под ударом влаги находятся арки задних колёс. Если ворсовые локеры долго остаются влажными, то металл под ними подвержен коррозии. Почти на всех Ford Mondeo 4 лопаются провода жгута в багажнике. Провода заходят в крышку багажника слева и лопаются в месте перегиба. Так вот, после этого перестают работать все электропотребители в крышки багажника. И, что ещё можно сказать, эти провода легко ремонтируются. На порогах в проёмах дверей установлен резиновый уплотнитель. Так вот, он легко обрывается либо соскакивает при движении ногой, либо же, если он примерзает к двери, например, после мойки. Так вот, после этого он неохотно садится на крепёжные клипсы. Но в этом случае лучше всё-таки его заменить на новый. Салон Ford Mondeo 4 просторный и сделан качественно. О возрасте и интенсивности эксплуатации вам скажет потрескавшийся чехол коробки переключения передач. Его можно купить новый, либо сшить и сшить даже из натуральной кожи. Также с возрастом страдает и набалдашник КПП. Не устраивает? Замените на новый. Также со временем начинает распушиваться ремень безопасности, потому что о него трёт протертая до металлозащёлка. Если ремень действительно сильно распушился, то лучше его просто заменить на бэушный. Механизм регулировки высоты ремня безопасности может заклинить в самом высшем положении. Добраться до этого механизма, который находится в стойке крыши, несложно. Эту заслонку можно поправить, то есть выровнять. Но лучше подложить ещё подходящий материал с обеих сторон, чтобы предотвратить её перекашивание в дальнейшем. Со временем перестают работать кнопки включения и выключения подогрева передних сидений. В их контактную группу попадает пыль. Можно кнопки разобрать, почистить, а также можно заказать новые из Китая. Похожая проблема случается и с кнопками рулевого колеса. То джойстики не работают, то кнопки круиз-контроля срабатывают через раз. Проблема решается тоже чисткой контактов. Также можно заказать неоригинальные кнопки из Китая. Иногда кнопки на руле надо менять из-за того, что вспучивается вот это вот металлизированное покрытие. Говорят, что это свойственно Ford Mondeo 4 бельгийской сборке. Также вспучивается покрытие на вот этих вот кнопках, которые соседствуют с кнопкой аварийки. А сам значок аварийки протирается, и кнопка аварийки, то есть сигнал аварийки, превращается в красное пятно. Буквально во всех Mondeo сломался поясничный упор в водительском кресле. Обычно там ломается проволочная пружина, удерживающая упор сверху. Могут лопнуть тросики, регулирующие поясничный подпор. После этого спинка кресла в районе поясницы водителя как бы проваливается. Все эти неприятности устраняются умелыми ручками. И проволоку можно заменить на что-то более подходящее, и тросики заменить. На Mondeo 4 до 2012 года кресла с электроприводами начинали скрипеть и раскачиваться из-за того, что в салазках лопались пластиковые крепежные втулки. Эта проблема, скорее всего, была решена по гарантии, либо же народными способами. Например, если в пару к крепежным болтам устанавливали более надежные втулки, например, бронзовые. Ну а теперь про бензиновые двигатели. Базовым двигателем для Mondeo 4 является бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра. Можно сказать, что он ресурсный, если не экономить на моторном масле. Да, он может зашелестеть поршнями, но обычно к ремонту это не приводит. У нас есть подробнейший обзор этого мотора на канале. Бензиновые четверки рабочим объемом 2,0 и 2,3 тоже хороши. Обычно внимание требуют классические расходники. Ну, например, катушки зажигания надо менять комплектом, и от чистки не откажется дроссельной заслонкой, если появились запинки или закусывания при разгоне. Прокладка клапанной крышки может дать течь масла не только наружу, но и в свечные колодцы. А если пережать крепежные болты при установке старой клапанной крышки, то пластик вокруг крепежных болтов может треснуть. И также пластик может треснуть, если пережать пластиковые крепления катушек зажигания. И еще эти моторы, особенно объемом 2,3 литра, не прочь покушать масло. Бывали случаи, что эти моторы съедали все масло, что приводило к их саморазрушению. Иногда четвертый Mondeo встречается с 2,5-литровым бензиновым турбомотором. Это детище компании Volvo. У нас, на канале, есть подробнейший обзор этого агрегата. Так вот, это классный и надежный двигатель. Следите за радиаторами, а также следите за системой вентиляции картерных газов. Диагностируйте ее методом резиновой перчатки, и тогда этот двигатель пройдет и 500 тысяч километров. Также посмотрите за сальниками распредвалов и за ремнем ГРМ. Сальники могут дотечь при пробеге примерно в 200 тысяч километров. Двухлитровый турбомотор появился на Mondeo после рестайлинга. Этот двигатель доставил очень много проблем как владельцам, так и самой компании. Многочисленные перепрошивки помогли свести к минимуму разрушения поршней в результате детонации. В общем, этот мотор нуждается в правильном хорошем масле вязкостью 5w30. Ну, а теперь о дизельных моторах. Ford Mondeo 4 донашивал старый турбодизель объемом 1.8. Он примечательен тем, что у него один распредвал чугунный блок, а гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет. Этот мотор родом из 80-х, но удостоился системой Common Rail. В общем, он простой и неказистый, оттого и надежный. Кстати, у нас на канале есть подробный обзор этого двигателя. В нем мы рассказали о комбинированном приводе ГРМ с секретным нижним зубчатым ремнем, который лучше заменить на цепь. Так что там интересно, посмотрите. Дизельные двигатели объемом 2.0 и 2.2 литра разработаны компанией PSA. В основном в наших краях встречаются двигатели мощностью 140 лошадиных сил. У них топливная система Continental. Вот прям как в нашем случае. Реже встречаются мощностью 163 лошадиных силы. Реже встречаются, потому что привезены из Европы. И топливная система у тех двигателей Delphi. Именно проблемы по части топливной системы могут отпугнуть, потому что изношенные форсунки плохим топливом могут стоить новое 600 долларов. На этом фоне барахлящий EGR и изношенная турбина кажутся мелочью. Турбодизель объемом 2.2 литра встречается реже, но в его основе все тот же двухлитровый с чугунным блоком цилиндров, межраспредвальной цепью, а в приводе ГРМ – ремень. Говорят, что этот мотор никто не знает, но на самом деле его устанавливали на Peugeot, Citroёn, также на третий Outlander. В продольном варианте он встречается на Jaguar XF, также на Land Rover Freelander 2 и на Discovery Sport. А на Mondeo 4 этот двигатель был извлечен от некоторых механических болезней. В основном его преследуют стандартные проблемы по системе EGR, по сажевому фильтру, по турбокомпрессору. Топливная система Bosch надежная, но некачественное топливо может прикончить пьезофорсунки. Тогда придется раскошелиться по 600 долларов за штуку. Ну а теперь поговорим о механических трансмиссиях. С 1,6-литровым атмосферником трудится 5-ступенчатая КПП. Так вот, она слабенькая и пользуется спросом на разборках. Дело в том, что Ford Mondeo 4 тяжеловат для нее. О чем скажет лопнувшая ось сателлитов. Причем она может проделать дыру в картере трансмиссии. В паре с 1,8-литровым турбодизелем и 2-литровым атмосферником устанавливалась более надежная трансмиссия 6-ступенчатой MTX75. Так вот, советуем следить за ее сухостью, ведь течь масла может быть не только по сальникам, но и по штоку механизма выбора передач. Ну а низкий уровень масла в трансмиссии может запросто ее прикончить. Механические трансмиссии, работающие с 2-литровыми турбодизелями, а также с 2,5-литровым турбомотором, буквально безупречны. Все двухпедальные варианты Ford Mondeo 4 с бензиновыми четверками, за исключением двигателей EcoBoost и версии с французскими дизелями оснащались автоматом AF21. Оригинальное название этой трансмиссии ASIN TF80SC. Это очень надежная трансмиссия, пройдет 300 тысяч километров. Меняйте в ней масло каждые 60 тысяч километров. И, кстати, у нас есть подробнейший обзор этой трансмиссии на нашем канале. Обязательно просмотрите его до конца, потому что трансмиссия действительно надежная. Турбобензиновые двигатели EcoBoost получили в напарнике роботизированную трансмиссию PowerShift. Это агрегат с мокрым сцеплением. Он надежный, ресурсный, но крайне важно менять в нем масло и внешний фильтр каждые 40 тысяч километров. И еще у него есть болезнь с подтеканием масла по передней крышке. На этот колпак надо будет отжалеть 400 долларов, чтобы не столкнуться с проблемой, которая в 5 раз дороже. Отметим, что почти все версии Ford Mondeo 4 с механическими трансмиссиями оснащены двухмассовыми маховиками. Но единственное, что двухмассового маховика нет на версии с двигателем бензиновым объемом 1.6 атмосферным. Так вот, непростые маховики устанавливаются также с трансмиссией PowerShift. Они стоят от 300 долларов для мотора 1.8 TDCi до 900 долларов для других. Но такие маховики обычно ходят примерно 250 тысяч километров. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. У нас хорошие новости в «АвтоСтронге». Теперь вы можете купить не только отличные БУ-запчасти, но и абсолютно новые. Так что звоните нам, пишите в мессенджеры, заходите на наш сайт и заказывайте. А также у нас большая просьба. Зайдите в TikTok, напишите «АвтоСтронг» и подпишитесь на наш канал. Нам будет приятно! Ну что, мы на СТО и продолжаем. Бензонасос на Ford Mondeo 4 служит примерно 100 тысяч километров и даже менее того, если водитель любит поездить на резерве топлива. В таких случаях бензонасос перегревается. Кроме того, электрический разъем неудачный. В нем ослабевает контакт, что приводит к нагреву фишки. Бывали даже случаи оплавления верхней части корпуса бензонасоса. И даже были случаи возгорания машин. Если дошло до замены бензонасоса, то электропроводку нужно обязательно основательно осмотреть. Если есть признаки нагрева, то электропроводку надо заменить. Электропроводка стоит 30 долларов. Оригинальный бензонасос стоит 1100 долларов. Заводской заменитель – 430 долларов. А хороший неоригинальный насос стоит примерно 120 долларов. Кстати, лючка под задним сидением для доступа к бензонасосу нет. По инструкции надо снимать бак. В этом случае можно поменять провод к бензонасосу. Некоторые владельцы вырезают дыру под задним сидением для лучшего доступа к бензонасосу. В зимнее время происходило немало случаев, когда капот Ford Modeo 4 отказывался открываться, либо же отрывался трос к замку. Так вот, чтобы такого не случилось, надо хорошенько смазать замок, а также трос. Влага и грязь попадают сюда, а также влага и грязь может попасть под рубашку троса и замерзнуть. У Mondeo с бензиновыми четверками слабовато правая опора двигателя. У дизельных модификаций такой проблемы нет. Так вот, та опора выхаживает примерно 150 тысяч километров. Если она изнашивается, то появляются вибрации, толчки и пинки при переключении передач. Вдобавок двигатель еще проседает на правую сторону. Это приводит к износу правого шруса, потому что нормальное положение шруса возможно только при нормальном положении двигателя. Оригинальная опора стоит 190 долларов. На атмосферных двигателях объемом 2,0 и 2,3 литра двигатель в жару может буквально задыхаться, пропадает тяга. Происходит это из-за того, что во впускном коллекторе заслонки остаются прикрытыми. А прикрытыми они остаются из-за неисправности электровакуумных клапанов одного или двух системы IRMC. На 2,3-литровом моторе оба клапана находятся на впускном коллекторе, а вот у его младшего собрата оба клапана находятся возле катушки зажигания первого цилиндра. Так вот, эти клапаны легко диагностируются через электроразъемы. Сопротивление катушки исправного клапана должно быть от 30 до 70 Ом. Оригинальный клапан IMRC в упаковке Ford стоит 50 долларов, в упаковке Mazda – 35 долларов. Есть заменители в 2-3 раза дешевле. Кстати, об этом и многом другом мы рассказывали в нашем обзоре про двухлитровый мотор. Обязательно советуем к просмотру. Модель О4 оснащен гидравлической рулевой рейкой. В наклонном штуцере бачка есть сетка-фильтр пластиковая, которую надо чистить при каждой замене жидкости гидроусилителя руля, либо же менять вот этот бачок. В системе используется оригинальная жидкость Ford, которая стоит 30 долларов за литр. При пробеге в 150 тысяч километров нередко начинал шелестеть опорный подшипник правой полуоси. Из-за люфта в нем начинает изнашиваться шруц. Так вот, с этой проблемой лучше не затягивать. Потому что если дошло до вибраций, то тогда шруц придется менять вместе с опорным подшипником. Есть две модификации данного подшипника. Наиболее распространенные со струбленной внешней обоймой. А вот на Mondeo с 2,5-литровым двигателем внешний профиль подшипника плоский. Выбирайте внимательно, хотя они взаимозаменяемые. Оригинальный подшипник стоит 100 долларов. И лучше потратить эту сумму, потому что даже хороший неоригинал служит недолго и угрожает износом шрусу. У гидравлической рулевой рейки Ford Mondeo 4 прижимной сухарь фиксируется пластиковой гайкой-заглушкой. Так вот, она запросто выдавливается. Кстати, ее резьба деформируется, и пробка поднимается на несколько миллиметров, если пытаться сорвать закоревшую гайку на левой рулевой тяге, предварительно не зафиксировав ее от вращения. Эту оригинальную пластиковую пробку меняют на неоригинальную, выточенную из металла. А подтягивание этой пробки гайки помогает устранить стукрейки, если ее втулки не изношены. Иногда на Ford Mondeo 4 перестают работать вентиляторы. Причина в блоке управления. Блок управления находится здесь же на диффузоре. Так вот, по оригиналу отдельно от вентиляторов блок управления не продается, то есть отдельно от рамы с вентиляторами. Но есть в продаже не оригинальные блоки управления, которые продаются отдельно. И также в продаже есть китайские блоки. Но китайские блоки, по слухам, работают всего лишь полгода. Подвеска Ford Mondeo 4 надежная и простая, но слабым местом в ней считаются опорные подшипники амортизаторов. Они ходят примерно 50 тысяч километров. Оригинальные подшипники стоят 45 долларов. Стойки стабилизатора, а также втулки ходят чуть больше, примерно 70 тысяч километров. По стоимости стойки 60 долларов, а втулки по 13. Оригинальные передние пружины для Ford Mondeo 4 слабоваты, быстро проседают. Но это касается бензиновых версий автомобилей. Но если поставить на бензиновую версию пружину от дизельной версии, то она прослужит дольше. Оригинальная пружина стоит 370 долларов. Рычаги у Ford Mondeo стальные. Шаровая опора держится в оригинале на трех заклепках. Есть неоригинальные шаровые опоры, которые продаются в комплекте вместе с тремя крепежными болтами. Так вот, оригинальный такой рычаг стоит 370 долларов, но он успевает пробежать 200 тысяч километров до того, как его надо поменять. Задний сайлентблок можно поменять отдельно. Стоит он 95 долларов. Ступицы передних колес неотделимы от подшипников. Эти детали на Mondeo 4 ходят примерно 150 тысяч километров и продаются по 80 долларов. Задние ступицы тоже идут в сборе с подшипниками, и на сегодня они стоят неоправданно дорого по 150 долларов за штуку, но ходят 300 тысяч километров. В задней подвеске ничего примечательного и слабого нет. Единственное, что, скорее всего, при пробеге в 250 тысяч километров придется заменить передний сайлентблок продольных рычагов. Обойдется он в 90 долларов. Большинство владельцев Ford Mondeo 4 довольны этим автомобилем. Он достаточно надежный, недорогой в обслуживании и даже годами не ломаются. В Белоруссии предпочитают дизельные версии. Да, форсунки дорогие, но систематических проблем с ним нет. Бензиновые версии хороши, но слабоваты для этой машины. Версии с эко-бустом нуждаются в улучшенной диагностике перед покупкой. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».